чары продавца консультант продажник медицинских услуг и пересадки волос ребят привет сегодня мы поговорим о выборе клиники не по скиллам доктора не по имени а именно по тому насколько очаровал вас или очаровала консультант клиники поехали сегодня поговорим именно об этом насколько важно то кто с вами работает и что по сути вы покупаете продавца или продукт сегодня мы поговорим об этом вы хотите сделать пересадку волос вы начинаете изучать вопрос и первое на кого вы натыкаетесь нарываетесь это конечно же те кто работает непосредственно непосредственно клинику это переводчики это консультанты это лица которые вас встречают скажем так первые лица лица компании лица клиник порой сообщаясь с вами я сталкиваюсь с тем что зачастую вы выбираете не столько клинику не столько доктор не столько результаты которые которым вы можете прийти через какой-то промежуток времени сколько ваше личное расположение и насколько вам нравится консультант который с вами работает и часто попадаете под влияние именно консультанта все правильно конечно это их работа их работа продавать продавать будь то пылесосы будь то не знает там путевки на море или же пересадку волос иногда даже пренебрегая другими важными моментами такими как репутация клиники сколько лет она на рынке какие результаты у нее есть и так далее забывайте также о том что многие консультанты это люди которые собственно не работали никогда медицинском туризме не работали и не понимают что такое медицина и приехали просто в турцию чтобы зарабатывать зачастую им все равно на самом деле все равно что продавать это будет не знаю путевки там я не знаю на экскурсии пылесосы или пересадку волос напомню вам еще раз что консультанты это важные скажем так люди в клинике точнее в как посредник между клиникой и вами от него от работы консультанта будет зависеть то примите в решении обратиться именно в эту клинику или в другую клинику но я вас призываю ребят никогда не анализируйте клинику только с позиции консультанта а это могут быть очень опытные люди которые знают как продать как реализовывать как вас заинтересовать но вы должны также в этих чарах не забывать то зачем вы изначально идете зачем вы что вы хотите получить обращаясь в ту или иную клинику посредством того или иного консультанта нужно рассматривать все все в купе доктор кто доктор кто конкретно делает операцию вы должны задавать вопросы вы должны понимать какой опыт у этой клинике какие результаты до и после да это очень важно иметь хорошего консультанта которого ответит абсолютно на все ваши вопросы которые без утайки вам расскажет их и о плюсах и минусах тот человек который вас будет сопровождать в клинике отвечать на ваши вопросы и еще обеспечивать вас целый год суппортом то есть обслуживанием который дает сама клиника но прежде всего ориентируйтесь на то кто будет работать с вашей головой какой врач какая клиника и какие результаты и так я делал видео о географте которые и макс и 7000 графтов и я обратил внимание на один нюанс который вот присущ практически каждому кто мне пишет и рассказывает об этой я не могу назвать это клиника не клиника и вы поддаетесь под влияние человека коту с которым вы разговариваете посмотрев несколько видео я вам честно скажу мне кажется что сослан очень позитивный хороший человек да но вы же отдаете свою голову это все равно что вы пойдете у вас есть друг он хороший человек правда и вы ему доверяете он хорошо говорит он вроде бы открыто говорит вроде бы реально старается сделать лучше но пойдете ли вы на операцию к своему другу что я хочу сказать это профессиональные услуги от которых будет зависеть ваша жизнь не в том плане что умрете ли вы или будете жить но качество вашей жизни ведь если вы идете на такие операции эстетические операции соответственно у вас есть какая-то проблема у вас есть какая какой-то гештальт который вы хотите закрыть можно ли закрывает такие проблемы не с профессионалами ведь еще раз напомню там не знаю в тысячный раз что у вас вариантов немного и если вам сделают не хорошо или не очень хорошо или плохо или ужасно переделать вариантов и шансов у вас скорее всего не будет потому что пересадка волос как вы знаете это сфера которая движется не очень быстро и так возможно когда начнут клонировать волосы это станет вот вот так вот да и можно будет решить многие вопросы там планировав один граф сделать из него кучу других графтов и получать очень густые классные прически но даже в этом случае если вам испортили например переднюю линию роста волос или засадили неправильно это нужно будет выкорчевывать каким-то образом и пересаживать после этого остаются шрамы то есть даже в этом все равно есть определенный момент который указывает на то что нужно выбирать профессионалов они просто человек который вам приятен который приятен в разговоре и которому который как бы может продать не знаю холодильник пылесос точно так же как и пересадку волос но еще раз пылесос холодильник вы можете сменить в любой момент времени вам надоело вы подарили выкинули отдали купили новый пересадку волос но невозможно это сделать и сколько раз я не говорю о том что нужно все таки выбирать людей профессионалов профессионалов по их профессиональным навыкам они полу просто потому что люди приятны приятны в общении или как вам кажется вы можете им доверить еще раз говорю вы можете доверять и очень любить своих друзей очень любить уважать но это же не значит что вы придете к другу и скажете друг а сделай мне пересадку волос и он скажет ну в принципе я был год назад сделал себе ночью там в одной клинике пересадку волос и принципе могу попробовать да там позвать там какого-нибудь шафика который сделает вот шилом не знаю пересадку волос и как мне кажется вроде бы сделают неплохо чтобы в этом разбираться нужно видеть множество результатов множество нужно себя скажем так этому посвятить не только посвятить заработку денег да как как заработать там не знаю в россии деньги особенно сейчас но это не значит что деньги должны быть впереди потому что рано или поздно всегда все вытекает наружу и как бы это может проявиться как раз таки вашем результате но уже будет поздно вы поймете там через год что блин а красавчик то был прав сослан то чувак прикольные там григорий с григорием тоже приятно пообщаться но результат и принципе мы то общаемся почти как друзья и сказать ему уже тоже нельзя что блин а результата реально отстой а голова то ваша или и все это уже сделано исправить тоже невозможно и что дальше что дальше как что вы будете дальше реально с этим делать то есть вы вот вам сделали такую пересадку вы через год вы год общались такой классный чувак все хорошо записывайте уважайте его как человек но через год или в течение года или вы уже может быть и через месяц поняли что блин посмотрели другие результаты поняли как должно быть что такое все таки хороший результат и поняли что блин ну давно реально сделали ерунду что будете делать вот просто напишите мне в комментарии что вот в таком случае вы будете делать скажете сослана переделай мне он скажет ну давай посмотрим ну и что они смогут сделать досадить как и там не знаю 500 тысяч у графтов из донорки из которой скорее всего уже вряд ли что-то можно взять потому что он же так и заявлять что они извлекают максимум и я еще раз говорю уважаемый сослан григорий у меня нет абсолютно никакой личного к вам отношения положительного отрицательно даже скорее положительно то есть я вижу что вы достаточно вроде бы приятные ребята но с другой стороны я вижу что вы хотите зарабатывать то есть вы бежите целый год старайтесь не изучать информацию сначала очень скрупулезно анализировать клиники бежите быстренько как бы быстрее это заработать деньги сначала одних привезли которые накосячили вторые третьи меняйте команды есть уже очевидно что вы хотите заработать деньги и потом уже на втором плане что вы пытаетесь делать качество я тоже кстати посмотрел вашу голову покажу я макушку и и надо делать видно мне надо делать и по тому же принципу я и рекомендую вы посмотрите как бывает и причем это не самый плохой случай будет есть еще похуже поэтому не надо на это вестись ладно прошло немного времени может быть вас это и устраивает пройдет пять лет вы посмотрите на вашу донорку что с ней станется и с теми волосами которые вам пересадили то есть у вас у самого нету того донорского материала который может еще безопасно скажем так выровнять всю ситуацию и посмотрите как будет выглядит даже ваша личная голова через пять пять максимум семь лет вот просто вспомните мое слово вспомните мое видео и возможно пересмотрите это видео через пять-семь лет если на вашей голове ничего не изменится в худшую сторону вот прям напишите мне сделаем с вами репортаж покажите и я признаюсь в том что я был не прав в прогнозе вашей конкретной головы я призываю вас какие как раньше я пытался дистанционно до разговаривать с блогерами которые просто ведут ведутся на комиссию отправляет наших ребят фиг знает куда не понимая на что они их отправляют жизнь устроена так может быть я слишком долго живу в азии все всегда возвращается если какие-то есть недосказки в том что почему вы это делаете все всегда выявляется и вылазит наружу и такое понятие карма все всегда проявляется и что я хочу сказать еще раз да нельзя поддаваться влиянию консультанта или влиянию там приятного хорошего человека который не разбирается должна быть определенная экспертная оценка то есть человек должен анализировать вы должны перед тем как ну я не могу сказать то что вы должны потому что это ваша жизнь это ваш бизнес не будем говорить о том что вы хотите изначально помочь вы делаете бизнес и остальное уже от этого зависит правда так вот даже чтобы делать бизнес ведь нужно изучить мат часть нужно очень хорошо разбираться я даже знаю вы смотрите мои видео это хорошо потому что мои видео и смотрят и клиники и ребята и даже те же доктора которые делают пересадку волос да оказалось и так они переводят это все используется с субтитрами русские точнее с русского языка на английский или на другие или на турецкие языки тоже смотрит мои видео я рад что смотрит мои видео потому что я стараюсь изучать и давать вам тот уже пережеванный материал который я сам нахожу чтобы вы больше разбирались чем больше вы разбираетесь тем лучше вы знаете тему тем больше чем больше вас информации тем больше компетентности более компетентны вы становитесь но нельзя обещать ребятам то и говорит что это хороший результат если вы не видели другие результаты если же вы видели другие хорошие результаты ну так и скажите что что вы конкретно предлагаете то есть в ту стоимость которую вы даете я понимаю насколько это прибыльно когда он платит такие огромные деньги которые даже не получают некоторые доктора в турции и получают такие ужасные результаты поэтому еще раз ребята теперь они снова обращаюсь к вам всегда перед тем как принимать решение анализируйте не просто приятность менеджера или приятность консультант насколько приятный консультант анализируйте все какая клиника сколько лет на рынке кто работает как часто меняется персонал какая текучка если часто меняется персонал тоже не просто так кто доктор какое образование у доктора где он работал какими методиками он владеет, как давно он делает пересадки волос, кто в его команде, постоянные ли это команды или это команды каждый день разные, да, как, например, вот клиника Джинника, там просто огромная фабрика и часто получается, что разные команды, то есть человек, доктор, там есть доктора, сами доктора особо не участвуют в пересадках, но есть и такие, за дополнительную плату, и у них команды даже меняются, они, это знаете, как самолет, пилот, и у него каждый день разные crew, да, разные команды, то есть которые узнает только с утра, кто будет работать, вот эти все моменты, они очень важны, чтобы понимать, какого результата, какого результата можно ожидать и получать, а не просто вы смотрите фотографии аватар консультанта, о какой приятный человек или какая приятная девушка и все, то есть рассматривайте консультанты как бонус, нельзя просто выбирать клинику, потому что вам лично нравится тот или иной консультант, нужно изучать все целиком, изучать клинику, изучать опыт, experience, а девушка это человек, ну или там парень, консультанты, да, это человек, который между вами и клиникой, то есть это связующее звено и очень хорошо, если все в целом совпадает положительно, хорошая клиника, классный опыт, классные результаты, все замачивалось и еще и консультант, который помогает сделать вашу жизнь проще, помогает вам и в информации, как проще добраться, как в Стамбуле себя вести, как сопровождает вас на операции и вы чувствуете заботу, вот все вместе должно быть, а не просто какой приятный консультант, а пойду-ка я сделаю в этой клинике, потому что девушка очень приятная. Потому что я тоже замечал уже не раз, что именно вот так вот и происходит, то есть клиника вроде бы может быть и хорошая или клиника, может быть и не очень, но человек говорит, ну мне вот здесь вот нравится консультант. Ребят, вы должны выбирать не еще раз консультант, консультант это не человек, с которым вы будете жить всю жизнь, вы будете жить с результатом, который вам сделают на вашей голове. Надеюсь, в целом вам понятна моя идея и то, что я пытаюсь до вас донести, у меня вот эта пометка по поводу консультантов уже давным-давно была в моем листе и, наконец-таки, я нашел время, чтобы вам об этом рассказать. Надеюсь, вам понятна моя мысль, что я пытаюсь до вас донести, ну и главное, чтобы колосилось. Классных вам результатов недели и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok